Вчерашний предмет 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 В первой книге про Липоменон, 29 глава, 11 стих написано «Твое, Господи, величие и могущество, и слава, и победа, и великолепие, и все, что на небе и на земле, твое, Твое, Господи, царство, и Ты превыше всего, как владычествующий». То есть Бог – это тот, кому принадлежит вообще все во Вселенной, все на земле, все, что есть у нас в семье, все принадлежит Богу. В том числе и то, что мы заработаем. Хотя многие говорят, ну при чем тут Бог? Это же я зарабатываю. Это же я своим трудом, потом и кровью, я вот это там, дружусь. Своими руками, своей головой заработал деньги. Мы говорим, а кто дал тебе эти руки? Способности. Кто дал тебе работу? Почему голова у тебя до сих пор варит? Кто до сих пор в эту голову мысли какие-то там вселяет, что они потом приносят прибыль и компании, и тебе? То есть говорить, что это все мне принадлежит только лишь потому, что я заработал неправомучим? Почему цунами до сих пор там не смыло вот там свое рабочее место и в тот городе ты работаешь? Хотя мы видим, что это может произойти в любое время. И очень важно понимать вот эту разницу между владельцем сего имущества, хозяином и управляющим. Вот скажите, перед кем отчитывается владелец за прибыль, которую он получил? Перед налогой. В лучшем случае перед налогой. А вообще? А вообще-то это его прибыль, как хочет, так и хочет отчитывать, хочет нет. А управляющий перед кем отчитывается? Перед хозяином. Как тратит прибыль хозяин? Как считает нужным. А управляющий? Как скажет хозяин. Кому вообще предближит эта прибыль? Вот хозяин по отношению к прибыли кто? Хозяин. Она полностью предближит. А управляющий? На что рассчитывает? Может на что рассчитывать? На зарплату. На зарплату. На проценты, на зарплату, на премию может быть. На какое-то вознаграждение. То есть вот эту разницу очень важно понимать. Хозяин это тот, кто распоряжается и владеет тем, что есть. А управляющий, он управляет этим так, как это скажет хозяин. Вот это вот разница. И вот в отношении финансового вопроса муж и жена также являются одной площадью. Вот это тоже очень важный принцип финансов в семье. И этот принцип очень часто нарушается. Ну вот например, муж зарабатывает деньги, дает жене, например, 300 рублей в неделю. И говорит, это тебе там покупай продукты, покупай одежду, там ботиночки, там сандалики. Ну все, что необходимо. Вот тебе деньги, 300 рублей в неделю. Там 300 долларов. Или 300 долларов. Бывают разные суммы, но тем не менее, допустим, там или 500. За каждую копию отчитаешься. И сколько у него, она даже не знает, жена. Она не знает, сколько у него осталось в карманах, вообще сколько он зарабатывает. Она не в курсе. Вот в этой ситуации. Скажите, кто хозяин денег? Муж, хотя это право ему не принадлежит. Он его присвоил себе. А управляющим в этой семье вообще получается нет. У нас жена вообще ушла на уровень рабыни в этой ситуации. Правильно? То есть ситуация меняется, жене все дело надоело. Жене это надоело, она тоже пошла работать. Теперь у них у каждого свой кошелек. Каждый считает, вот я, мои деньги заработаны, вот мои деньги заработаны. Есть кто хозяин? Оба. Оба хозяина, да. Однозначно, как бы, они получились. Управляющих нет. Хотя, опять, хозяева не они. Хозяин – бог. Ну, вот так получилось. И вот реальная ситуация. И одной плотью, причем они не являются. Они не являются здесь одной плотью. Вот однажды к нам женщина пришла с таким вопросом. Вы знаете, я сейчас хожусь на дилемме, такой вот, передо мной стоит. У меня муж, ну, у нас у обоих бизнес свой. И вот сейчас у мужа бизнес так, ну, не очень хорошо идет. Какой-то там кризис возник. У меня намечается юбилей, 50 лет свадьбы. И вот, говорит, муж приходит ко мне и говорит, слушай, дай мне деньги в долг, я тебе подарок куплю. Я, говорит, не знаю, ты ему деньги дам. Тогда же это не будет подарком, это же мои деньги. Но, с другой стороны, он же мне деньги потом вернет, когда у него бизнес пойдет опять. То есть, это будет подарок. Или это не будет подарок. И мы говорим, понимаете, вы сразу изначально вопрос задаете неправильно. Как-то так. Вы семья. Муж и жена. Одна плоть. Она говорит, ну, вы не путайте, пожалуйста, одно с другим. Причем здесь одна плоть и деньги. Я заработал, это мой бизнес мне принес. Мы говорим, ну, посмотрите, что получается. Вот, то есть, там это одна плоть, ведь нигде не написано, кроме финансового вопроса. Вот, понимаете, вот мы вот эту одну плоть очень часто разрываем на разные категории. Как-то вот мы одну плоть не объединяем часто в одну плоть, а вот она у нас как-то делится все равно на мужское и женское начало. Или другая ситуация, когда пришла женщина и говорит, меня муж мой оскорбил. У меня было там в день рождения, и он мне купил на день рождения какую-то там алькотельку за 3 тысячи. Себе он купил за 15 тысяч вот этот вот там с компьютером, с выходом интернет, там, ну. Крутой. А мне какой-то алькотельку. А мне купил алькотельку. Я говорю, сделай этот телефон, швырнула на пол, там, растоптала его. Ты меня унижаешь себе, вон, что купила. А он обиделся. Он меня обидел. Что он обижается? Я ему правду сказал. Мы говорим, подождите, ему этот телефон вот такой крутой. Для чего нужен? Ну, по работе там у него там то какие-то там контакты, то конфликты, то еще что-то надо решать, то в интернет надо выйти посмотреть, котировки всякие. А вы где работаете? Ну, я дома вот сижу, мне там с подругами поговорят. Ну, я ж когда иду в спортклуб, мне ж стыдно перед моими подругами за такой телефон. Вот скажите, кто здесь хозяин денег? Зарабатывает все муж. А хозяин кто? И жена, вроде как. А вообще не понять кто. Хотя пытается она быть хозяином, да? Ты что тут неправильно расстреливаешься? Идет присваивание хозяйственности, да? Но, знаете, полный хаос. Вот в таких ситуациях, в таких семьях, это хаос в отношении семейных бюджетов. То есть, когда нет одной плоти, все, идет борьба за то, кто будет хозяином. А идет борьба, самый главный хозяин из этой борьбы исключается. Самый главный владелец вообще всех финансовых вопросов. Итак, управление финансами в семье. Третья цифра. И Бог нам оставил три очень важных принципа, как нам правильно управлять. Он владелец всего, мы управляющие. Как мы можем управлять, исходя из его мудрости, слова Божьего? Быть правильными управляющими. То есть, опять, мы здесь оставляем... То есть, если мы верны в малом, мы будем верны и в многом Богу. То есть, мы опять оставляем те моменты, которые мы уже сказали, что все принадлежит Богу, и муж и жена должны быть одной плоти. То есть, управляющим в одной плоти. То есть, это как бы само собой разумеющее. Сейчас уже мы смотрим на основные принципы. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, Итак, первый принцип – это отлепление от родителей. Но мы об этом уже много говорили. То есть, финансовое отлепление от родителей, финансовая независимость. Первый день начинать на свои средства, пускай это будет не так шикарно. Может быть, потом ее можно будет повторить на десятилетие свадьбы, на пятнадцатилетие, на двадцатилетие. Сделать шикарную, если захотите, свадьбу. Но с первого же дня начинать быть независимыми от родителей. Ну и, соответственно, потом, да. И потом тоже. И интересно, что, в общем-то, показателем того стала пара финансово-независимость родителей или не стала. Один из показателей – это финансовая помощь родителям. Если оказывается финансовая помощь престарелым родителям, вот данной семье, считайте, что, в общем-то, у них получилось-то родители финансово отлепиться. К нам однажды подходит одна наша бабушка в церкви и говорит, вы знаете, у меня сейчас уже там 80 лет, я очень боюсь умереть. Мы говорим, ну бабушка, ну ты же в церковь ходишь, ну ты что? Бог тебя любит, он для тебя приготовил там обитель на небесах. Она говорит, не надо, не надо, не учите меня вот этому. Это все знают. Я в седьмом-восьмом поколении верующий, это я знаю даже больше, лучше, чем вы. Я говорю, почему боюсь умереть-то? Я почетный там пенсионер, инвалид войны, и вот у меня очень большая пенсия. И мои два свиночка, причем младшие вместе со своей женой, они вот никак найти работу не могут, и они живут на мою пенсию. И если я умру, у них же эту пенсию-то отберут, и они померут с голодом. Я говорю, сколько лет вашим детишкам? Ну старшему 63, а младшему 57. Он с женой, говорит, живет у меня в квартире. Так что в 60 лет он должен свою пенсию получать? Ну да, он получает, но она такая маленькая, такая маленькая, потому что так у него за всю жизнь, так и удалось найти хорошую работу. Хорошую рогозу, чтобы вот ничего не делать, а зарплата была хорошая. Я говорю, подождите, ну вот три человека, четыре, вы еще, сидите на вашей маленькой, ну маленькой или большой, неважно, пенсии. Почему дети не оказывают вам помощь, а вы им оказываете? Как это случилось? И вообще, кто в этом виноват? Ну там, конечно, был по-другому шел разговор, но я сразу понимаю, что ее вина здесь тоже есть, она не отпустила, может быть, детей. Нужно было конкретно поставить за сло, так, вы взрослые люди. И вообще, а какое, может быть, почете уважения? А какое почет и уважение они могут оказывать своей маме, если она боится умереть, потому что ее детишки тоже помрут с голову? То есть вот он показатель, понимаете, если есть финансовая независимость, то со временем будет финансовая помощь. Ну, конечно, там есть еще другие аспекты, но будем от другого идти. Если финансовая независимость так и обрели, то родители не могут вообще рассчитывать, ни на какую финансовую помощь. То есть они здесь уже не бессильные, да, бессильные дети. То есть вот этот принцип отлепления от родителей должен работать. И знаете как, если, скажем, приходит пара на консультацию по поводу семейного бюджета, ну, один из вопросов, который мы задаем, это вот, являются ли они одной плотием? То есть каким образом у них распределяете финансы? Имеют ли они оба доступ к одному и тому же, будем так говорить, кошельку? Но оба ли они, будем так говорить, имеют равные права и обязанности по отношению к их, ну, финансовым средствам. И второй вопрос, который мы задаем, отлеплены ли они от родителей в финансовом плане? Если не отлеплены, дальше вообще разговор вести по бюджету смысла нет. Потому что пока не наступило отлепление, да, вот этой вот одной плоти от родителей в финансовом вопросе, не будет семейный бюджет никоим образом вообще у них вот эти вопросы решаться. Бесполезно, потому что там хозяином являются не они, а их родители. Там уже она с родителями разговаривает, как в этой ситуации с бабушкой. Потому что в этой ситуации мы с бабушкой конкретно беседовали, как ей помочь своим детишкам от нее отлепиться. Вот. Хотя бы в 63 года. То есть просто уже пришлось бабушке помочь в этом. Музыка. Продолжение следует...